По протоколу рабочая встреча, по сути, живое открытое общение. Со времени предыдущей беседы с мамами погибших в локальных войнах ребят прошло два месяца. Глава города за всеми семьями закрепил своих заместителей и начальников управлений. Их поддерживают, им помогают. Женщины проходят оздоровление в санаториях. Мы делаем это не ради того, чтобы пиарить себя, еще раз хочу повторить, а ради того, чтобы на ваших примерах ни в коем случае не повторилось то, что проходили ваши дети и что прошли вы. Откровенность за откровенность, вниманием власти семьи избалованы не были никогда. Вот уже 30 лет моего сына нет, я ничего не могу хорошо сказать, только сама, сама кругом добивалась. По России всем давали, семьям, ну, семье погибшего и родителям квартиры давали. Пришло письмо с Министерства обороны и с этого, с Забайкаль, чтобы выделить квартиру двухкомнатной семье. Приехала семья, прописалась, не тут-то было. Может, около 6 лет надо прожить, когда мы поставим ее на очередь с участниками Великой Отечественной войны. Каждой участнице этой встречи было что вспомнить. О своих сыновьях анапские мамы говорят со светлой грустью и особой гордостью, ведь они настоящие герои. Мы все опалены одной и той же бедой. Нас затронул огонь войны. И вас, и нас. Одинаково больно. Боль эта никогда от нас не уйдет. Вот говорят, время лечит. Ничего она не лечит, это время. Оно просто преступляет нашу боль. От этого она становится еще больнее. Когда начинаешь вспоминать, что ли, а там нет опоры. И о том, что сыновья шли служить добровольно, понимая, в какое время идут в армию. Мам, чтобы я тебя в военкомате не видел. Женщины, живущие в станицах, говорили о качестве дорог и частых отключениях света. Одна из острейших проблем Анапы. Нам надо строить новые подстанции. И в завершении этой встречи глава Анапы подчеркнул. Я вас понимаю, все, что произошло. Я вам хочу сказать народнейшие слова благодарности. И попросить извинения за тех моих коллег, которые в лице сотрудников Министерства обороны, в лице сотрудников социальной защиты, по-любому. Даже и нет прямого подчеркнувания, но это коллеги, это исполнительная власть, это силовые структуры. Вот попросить извинения за то, что 30 лет так с вами обращались. Еще у кого-то есть какие-то обиды. Давайте посмотрим, и что возможно, мы разрешим.